Добрый день! Книги за предоставленную возможность проведения и презентации, и встречи с профессором. И еще я хотела бы сказать, все, кто оплачивал и не получил книги, пожалуйста, срочно обратитесь в издательство. Мы вам пришлем трек-код. Все книги у нас разосланы. Пожалуйста. Продолжение следует... Это физически невозможно. Хотя вопросы многие носят очень общий характер, но некоторые относятся к прямой серии уже из новых книг. Если будет все сложиться, то будет третья книга. Хотя, наверное, не скоро, потому что, как вы понимаете, мама-мать, я обдумаю вещи. Нельзя писать каждые два месяца на это уходят года. Поэтому я и пришел сегодня на встречу с вами для того, чтобы ответить на те вопросы, которые вас интересуют. Но в двух словах, я напомню, о чем идет речь, как все это сложилось. Буквально на пять минут, чтобы не тратить ваши драгоценные длины на то, чтобы задать вопросы. И она не постаралась обостриться. Значит, вся эта история началась довольно много времени назад. Книжки писались где-то около 15 лет, но просто ситуация складывалась так, что они были не очень востребованы. И все началось с книгкой под названием «Издевательство нищета мозга», где я попытался объяснить, почему мы такие плохенькие и сами себя успокаиваем, ругаем, воспитываем. Ничего из этого не получается. То есть, какова роль в этом деле нашего несчастного мозга. То есть, насколько мы являемся заложниками своей нервной системы, и насколько она управляет нашим поведением. Поэтому в книжке в этой такие разделы, как «Парадоксы мозга». Но это не парадоксы, на самом деле, а рассказ о том, что лежит между нами и нашими лучшими желаниями. То есть, как мозг защищается от всяких глупостей. Например, от занятий творчеством, от верности любимой жене, о том, как бы соблюдать какие-то лучшие человеческие качества для религиозных людей, или там религиозные нормы для людей менее религиозных, какие-то человеческие правила. То есть, мозг, на самом деле, устроен так, что он незаметно для нас самих подчиняет наше поведение своим задачам. Мои задачи далеко не гуманитарные, не гуманистические, не имеющие отношения к альтруизму, спорядочности. И совсем по-другому он устроен. Это биологическая машинка, которая заставляет нас не зарабатывать деньги, а попытаться их украсть. Которая заставляет не жениться и потом воспитывать своих любимых детей. Желательно оплухотворить как можно больше девочек, если это мальчик, или там встретиться с максимальным числом мальчиков, если это девочка. И прочие-прочие вещи. То есть, иначе говоря, наш мозг – это такая биологическая машинка, которая пытается нас мотивировать какими-то светлыми принципами, а на самом деле использует для своих эгоистических, очень биологических целей. Неприятная часть нашего тела, но, к сожалению, она нами управляет. Вот об этом книга. То есть, о том, в чем мы виноваты сами. Это вот нищета мозга, то о чем. Я сейчас рассказываю. В чем мы виноваты сами, а в чем виноват, собственно говоря, наша предшествующая эволюция. Вполне понятно, что у нас за плечами 65 миллионов лет только обезьянь и эволюция. И представить себе, что мы вдруг стали за какие-то последние 300-400 лет отрезали, потратили, так сказать, внутри мозга воображаемый хвост и стали нормальными людьми, конечно, вероятность этого очень низка. То есть, иначе говоря, если начинать рассказывать о мозге, нужно учесть, что наше сознание изначально двойственно. И здесь посвящена в этой книжке огромный раздел этому. То есть, он отчасти биологический, а отчасти социальный. И оказалось, что наш мозг, собственно говоря, пытается социальными механизмами скрыть биологические задачи. То есть, на самом деле, вставляет нас вести как обезьяны, хотя мы маскируем это под какие-то человеческие нормальные формы поведения. Об этом была посвящена первая часть, вот эта «Нищета мозга», которая вышла довольно давно, больше двух лет назад, и является неким прологом. Потому что человечество очень нравится, когда его хвалят. Какие мы хорошие, умные, умеем, можем освоить таблицу умножения, умеем читать, писать иногда на нескольких языках. На самом деле, это работает только тогда, когда этот инструмент для решения биологических задач. Всё то же самое – колбасы, размножения и доминантности. Следом за этой книгой, поскольку она была встречена с интересом, появилось вот то, что было презентовано около месяца назад. Это «Церебральный сортинг». Потому что, когда вышла «Нищета мозга», возникла масса вопросов. Ну, хорошо, вот это всё сложилось, а как же происходило это раньше? Как мозг эволюционировал, и эволюционирует ли он среди человеческого общества? Есть такая точка зрения, что наш мозг давным-давно прекратил эволюцию, то есть он прекратил эволюционировать, и дальше происходит всё в рамках того, что возникло около 100 тысяч лет назад. Что вот сапиенсы как были, так они остались. Действительно, если мы возьмём, взвесим и измерим объём черепа ранних сапиенсов, когда они ещё жили вместе с неандертальцами, то вроде бы ничего такого не произошло. Мозг даже у них был побольше, чем у нас. То есть где-то 1600-1620 грамм, когда сейчас в среднем по планете это 1300-1320 грамм. То есть мы даже так немножко уменьшились, особенно если брать Европу. Так в чём дело? Разницы-то вроде никакой. Ну и тут же возникли многочисленные психологические, конспирологические теории о том, что мозг остановился в своей эволюции, и дальше идёт только социогенез. Это неправда, это глубочайшее заблуждение. На самом деле вся эволюция человечества, особенно социальная, которую мы видим, все эти так называемые эпохи экономические, экономические отношения, это не что иное, как инструменты для эволюции и отбора мозга. Просто по мере того, как возникал запрос на те или иные таланты среди людей, их тут же начинали отбирать, культивировать, ну как в эпоху Возрождения. Возник спрос среди стран достаточно состоятельных на художников, на скульпторов. Их стали размножать, выбирать, создавать им условия. Возникла эпоха Возрождения как культурологическое событие. То же самое с инженерией 19 века. То же самое происходит вокруг нас сейчас, когда речь идёт о компьютерной технологии. И отбирают же программисты, не все, многие плохо складывают и вычитают. А программирование требует неких навыков. Тут же отбираются люди, которые культивируют, состоятся условия для размножения. И естественно, это следующая популяция, которая возникает внутри людей. Это неизбежный процесс. И эволюция мозга идёт так быстро, благодаря тому, что она скрыта от внешнего взора. Это не длина рук, не длина ног. Это события где-то там, под черепом, которые не видны. Что за столетия, полтора, наш мозг радикально изменился уже даже в социальной структуре. Потому что мы, мало того, что используем нужных людей, мы постоянно занимаемся механизмами, процессами самоуничтожения. То есть войны, различные системы преследования, насилия в любой стране, в любой системе, это не что иное, как инструмент церебрального сортинга. И больше ничего. То, что мы сейчас видим на основании религиозных конфликтов, экономических конфликтов, это всего лишь повод. Механизм всё тот же самый. Происходит методичный, эволюционный отбор мозга. А тенденцию эту мы не понимаем. Вот, собственно говоря, для попыток понять того, по каким принципам эволюционирует мозг, как мы уничтожаем друг друга, по каким законам, и была написана книжка «Церебральный сортинга». Потому что этим мы занимаемся с того момента, как мы стали вести социализированную жизнь в больших группах, то есть в больших стадах обезьян ещё времена австралопитеков. И дальше фокус стоял в том, что мозг эволюционировал независимо от тела. То есть мы можем давать плодовитое потомство с кем угодно, а при этом мозг наш эволюционирует по собственным законам. И это мы единственное существо, у которых сложилась такая ситуация. Все эволюционируют пропорционально. Собаки, чтобы двигать лапами, вынюхивать добычу, нужно, чтобы мозг был соопределённым устроен. А у нас этот процесс был разорван, и поскольку у нас есть впервые негенетические способы передачи информации, то есть мы можем с поколения в поколение передавать информацию не с помощью собственных сперматозоидов и яйцеклеток, а более разумно, с помощью книг, которые вас окружают, там сейчас интернет-систем, любой даже ручной записи, в конце концов. А раз так, мы можем и передавать особенности поведения, имитировать, даже вызывать их. И таким образом возникла знаменитая система. У нас есть генетическая наследственность от животного мира, который нам достался, а есть социальная наследственность, которая так же жёстко закрепляется, как и генетическая. И уничтожить её нельзя. Как бы человек ни видел вокруг себя изменений, какие бы он одежды не рядился, всё равно дело закончится тем, что тот набор социальных инстинктов, привитый ему в детстве, который он может скрывать любым способом, любыми французскими духами, и итальянскими костюмами, он всё равно проявится. Что вы видите постоянно вокруг себя? Этого скрыть нельзя. Поэтому, собственно говоря, отбор как происходил, так и происходит. И более того, динамичное время, которое нас окружает, оно заставляет делать это ещё быстрее, ещё жёстче. И вот то, как это происходило, как происходит, посвящена эта книжка. Ну, кто прочитал, тот может задать вопросы. Я готов на них ответить. Давайте. Давайте. Вы первые хотели. Давайте. Хорошо. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Так, вопрос задаю не от себя самого. Нас много. Как быть молодым людям после школы, которые мечтают заниматься моркологией мозга человека, структурной организацией мозга человека, локализацией функций? И что может быть ещё важным для будущего, эмбриональной патологией, вот, эмбриональной изменчивостью нервной системы, или же, ну, поскольку мы понимаем, что поведение носит структурный характер, патологического основа поведения, приобретённым травмом мозга или врождённым дефектом. мы продолжаем вот сейчас договариваться с людьми, которые пишут нам завещание, чтобы отдать нам собственный мозг. Это в основном категория молодых любителей науки, или пожилых любителей науки, любителей выпить, наркоманы. Ну, нет доступа у нас микротомам. Мы сейчас можем собирать только целую коллекцию мозгов. Как быть, выбирать после школы биологические кафедры, либо идти в медицинские, потому что то, что я перечислю, больше относится к медицине. Вот. Обивать пороги института мозга наобухова, ну, там от коллекции Советского Союза цитракетатомической остались только рожки да ножки. Вот. Или ваш путь пройти и обивать пороги на Цурюпы. Это у нас учреждение спутоморфологии человека. У нас сейчас ничего нет, кроме будущего, и кроме интереса, любопытства и любознательности. Спасибо. Значит, как я понял, речь идет о том, что делать с молодым людям, которые хотят этим заниматься. Так? Значит, к сожалению, проблема очень велика. Во-первых, научно-исследовательские институты обычно берут к себе специалистов уже достаточно подготовленных. Насчет... Поэтому попасть туда в основном можно, будучи все-таки специалистом. Или испытывая, пройдя все пути образовательные, прежде чем поступить в аспирантуру или докторантуру, если это кандидат наук. А насчет того, как этим заниматься, этим заниматься можно только в том случае, когда это будет организовано на государственном уровне. Еще раз объясню. В свое время, в далекие времена, в 24-м году, когда умер Ульянов, значит, возник вопрос о исследовании мозга. И два человека, достаточно известных, это Феликс Ильманович Дзержинский и Отто Юрьевич Шмидт, знаменитый покоритель Арктики, они настояли в тогдашнем ЦК ВКПБ на том, что нужно создать пантеон. Пантеон мозга выдающихся людей. Потому что эти оба человека были последовательными материалистами, и они считали, что надо довести дело до конца. Значит, в каком смысле до конца? В том смысле, что раз мы отрицаем душу, они отрицали душу, и все, что с ней связано, а также все, что связано с религиозным мировоззрением, то мы должны довести дело до конца и разобраться с тем, как работает человеческий мозг, как устроено человеческое сознание. И вот в связи с этим в 1924 году, значит, было большое обсуждение, закрытое в ЦК ВКПБ, где решался вопрос, как это делать. Было две точки зрения. Одна принадлежит Бехтереву, который предполагал, что нужно взять мозг человеческий целиком и начинать изучать его с помощью мокрой веревочки, то есть измерять борозды из вильны, взвешивать и прочее. Поскольку этим занимались уже до этого 100 лет, эта точка зрения совершенно архаичная, и как потом ученики Бехтерева показали, продолжая этим заниматься уже в 30-е годы, абсолютно бесполезная. То есть ничего, масса мозга и размер, длина борозда из вильны никому никогда не дала. Вот эта точка зрения пропагандировал Бехтерев. И вторая точка зрения была Усимашко, который вместе с Розой Люксембург посетил в свое время институт неврологии имени Кайзера Вильгельма. Тогда директором этого института был знаменитнейший невролог, такой неординарный человек, который неоднократно дрался из-за женщин на дуэлях. И вообще личность была такая эпическая. Я имею в виду про Оскара Фохт, который к тому моменту уже был женат на Сицилии, своей жене и вдвоем, они занимались неврологией, он был директором института Кайзера Вильгельма. Это был действительно крупнейший спец, потому что он интересовался не только мозгом человека, из которого ничего бы не выросло, если ограничиться этим, а через его кабинет, через его микроскоп проходили все коллекции животных, начиная от беспозвоночных и кончая высшими позвоночными. То есть он был выдающийся сравнительный невролог, сравнительный гистолог, который занимался этим делом практически всю жизнь. И вот Семашко уговорил заслушать Фохта и познакомиться с его работами. Фохт приехал в Россию, заключил контракт на исследование мозга Ленина. Суть этого контракта стояла в следующем. Значит, Фохт брался привезти с собой лаборантов, инженеров, профессиональных ученых, потому что наука о расположении нейронов в мозге человека называется цитоархитектоникой, и вот специалистов по цитоархитектонике, и заложил, по сути дела, основы коллекции. Он привез часть материалов из Германии, в том числе цитоархитектонические, которые были образцами. В чем стоит его подход? Не взвешивание по Бегтелеву и не измерение мокрыми веревочками, бороста из Вилен, а под тем временам самый прогрессивный, до сих пор не исчерпавший себя метод цитоархитектоники. Цитоархитектоники – это что значит? Что мозг человека режется на 6-6,5 тысяч срезов поперечных или продольных в зависимости от конструкции задачи. И дальше исследуется вся нейронная структура мозга. Поскольку такие срезы, они тоненькие, они несколько микрон, и красятся специфическими красителями, в завершении очень детальное, можно увидеть много подробностей. Сразу же сравню с современными. Проект Обамы, на который он выделил миллиард долларов 4 года назад, предполагает разрешение в 200 микрон. То есть никакого смысла, кроме изъятия денег из бюджета США, не имеет. К тому же связи, которые пытаются отследить американцы, были исследованы задолго до этого методами Шпильмейера, когда окрашивают с нервной волокна, и переход с среза на срез осуществляется элементарно под юным микроскопом юного натуралиста. То есть вот эта задача, поставленная Обамой, решена примерно 100 лет назад. Но, к счастью, американцы об этом не знают, и с удовольствием продолжают делать то же самое, только очень наукообразно с томографом. Так вот, пригласив Фохта, они решили, что все-таки методы начала XIX века, которые предлагал Бехтерев, не стоит применять к мозгу вождя пролетариата. И выбрали Фохта, заключили с ним долговременный контракт, и был создан, собственно говоря, Институт мозга в Москве. К счастью, он не входил в состав никаких академий, то есть потом его вставили, он был автономной организацией, подчинявшейся только ЦК ВКПБ и больше никому. Это, собственно говоря, дало две вещи. Первое – это серьезное финансирование, а второе – независимость от меркантильных, не озабоченных собственными проблемами академиков, которые могли в те времена, когда мода была как раз на анатомические работы Малия Бехтерев, могли погубить любое начинание. Поскольку Институт никому из них не подчинялся, отчитывался только перед ЦК ВКПБ, это и сделало, собственно говоря, то, что мы с вами сегодня обсуждаем. Через несколько лет были обучены, Фохт привез лаборантов, фотографов, научных сотрудников. Был выделено помещение прекрасное, теперь это французское посольство, в котором началось исследование мозга не только Ленина, но и массы других людей. Поскольку вы знаете, что после революции ее устроители обычно очень быстро умирают. Ну, так положено. То есть, поскольку они выполнили свои функции, их обычно пускают под нож, так что мозгов было много. Потому что они доставались от естественных смертей, таких, как тот же самый Маяковский, Маяковский, но относительно естественная смерть. Там Рейснер, Спиндиаров, Сук, Собинов и прочее. Ну, и люди различные, которые погибали из-за революционных расхождений, скажем так. То есть, это была налажена хорошая система. Причем, это большая проблема. Забор мозга у человека после смерти, чтобы его как следует профиксировать, чтобы он сохранился, это отдельная наука. Это должны быть специальные установки, они не сложные, но тем не менее. Просто так в раствор спирта мозг погружать бесполезно. То есть, это специальная подготовка материала. Дальше технология, которая была разработана в Германии, но не самим Фоктом, а его аспирантом, впоследствии сбежавшим в Англию. Технология изготовления серийных срезов. Были заказаны лучшие микротомы, микроскопы в мире. Денег было так много, что Фокт на вырученные средства построил тот самый институт, который любят поминать в разных советских романах, в Берлинбухе. Вот так знаменитый институт неврологии. То есть, он был, конечно, жалким, убудим слепком с того, что было сделано в Москве. Потому что денег все-таки ему давали меньше, чем тратили на наш институт, который был здесь. Но никакой там гордости за Берлинбух не вызывает. Это достаточно примитивная, на частные деньги построенная небольшая лаборатория, которая выдается за высочайший институт неврологии в Германии. Так вот, значит, этот самый Фокт, он начал искать. Но что начал искать? Он начал искать клетки уникальные. Значит, его основная идея состояла в том, чтобы найти клетки гениальности. Тогда с этим носились все ученые. Но это так же модно, как сейчас там, я не знаю, клонирование и гены памяти. То есть, ну, понятно, что нелепость такая же, но модно. Вот тогда было модно, поскольку клеточные строения нервной системы только Рамона Кахал получили Нобелевскую премию за открытие того, что нейроны – это отдельные клетки, а не целая сеть. И на фоне этой моды, значит, искали клетки гениальности. Фокт считал, что вот ленинский мозг даст ему этот инструмент, потому что он был абсолютно убежден, что Ленин – гений, и в его мозге можно найти такие клетки. Действительно, мозг был порезан, сделано, причем одно полушарие здоровое, потому что одно было сильно разрушено инсультами. Значит, здоровое левое полушарие было обработано, получены срезы, и Фокт начал искать клетки. В газете «Правда» для любопытных в 30-е годы была опубликована заметка о гениальности вождя пролетариата, где Фокт как раз прямо говорил, что он нашел клетки гениальности. Скоро контракт с ним был расторгнут, он уехал обратно в Германию, в свой Берлинбуховский институт. Собственно говоря, этим на этом все исчерпано, потому что через несколько лет, и после Второй мировой войны, найдены такие клетки, были в мозгах шизофреников, найдены при различных заболеваниях, как аутоиммунных, так и не аутоиммунных в мозге. Поэтому, собственно говоря, вся история на этом затихла. То есть клетки гениальности не были найдены. Но для этого, еще раз подчеркну к вопросу на вашу, был создан институт, вложены довольно большие деньги. Люди, которые в нем работали, прошли стажировку в Берлинбухе, 5 человек. Среди них тот самый Тимофей Фрисовский, который там остался. Он был самый никудышный из всех, и вернуться назад не мог. Поэтому он остался там, и вот его воспевание, оно, кажется мне, как-то чрезмерно фальсифицирует историю науки. Потому что, в общем-то, он был слабый невролог, которого послали учиться. Он не выучился, не закончил даже институты. Остался там, чтобы его здесь просто не расстреляли, по сути дела, за бездарно проведенное время стажировки. И вот из этого всего вырос великий ученый, что является, конечно, анекдотом. Остальные вернулись и стали ядром как раз института мозга в Москве, которые провели то исследование, для которого они и были предназначены. То есть занялись не просто мозгом Ленина, а мозгом разных людей, для того, чтобы сравнить способности. Смысл можно выявить только в сравнении. И почти 30 лет институт занимался этой проблемой. И, собственно говоря, такая квинтэссенция этих результатов, она сведена мной в книгу «Изменчивость и гениальность», где описываются особенности мозга Ленина и наиболее исследованный мозг Маяковского. Кроме этого, было много других людей, достаточно известных, которые подвергались таким же исследованиям. Но это показало, что особенности индивидуальной мозга, они состоят в морфологических различиях. Если у вас нейронов в одном поле в 5 раз больше, чем у меня, то, конечно, мне трудно будет с вами состязаться, но как рука в 5 раз не длиннее. Или, например, есть по подполям различия в 40 раз. Большие количественные различия. Это миллиарды нейронов, которые делают людей несовместимыми, абсолютно разными. Но кроме этого, были найдены и совсем страшные вещи, которые даже боялись публиковать долгое время или публиковали, зашифровывая во всяких второсортных трудах институты, для того, чтобы можно было не отвечать за это. А именно были найдены качественные различия в мозге, в строении мозга человека. Это значит, что многие структуры головного мозга, делающие нас людьми, у одного человека есть, а у другого их вообще нет. Это самое страшное различие, потому что они ничем не могут быть компенсированы. То есть нельзя сказать, что у одного человека функция-то есть, хорошо развита, и он там выдающийся, например, прыгун или, например, пивун. А у другого человека она маленькая, он тоже может спеть как-нибудь, ну, в попсе хотя бы. Но она у него есть. А здесь дело совсем плохо. То есть структур вообще нет. То есть полное отсутствие структур ставит проблему изменчивости мозга человека на совершенно другой уровень. Различия больше, чем видовые. То есть ужас как раз, который описывается в книжке «Церебральный сортинг», состоит в том, что, имея структурные различия мозга выше, чем видового уровня, мы не можем договориться. И это показывает, с какой скоростью идет церебральный сортинг, то есть искусственный отбор человеческого мозга. Он достиг чудовищных масштабов. Раз у нас есть качественные различия, которые структурно выражены, это не психология, это не обучение, это неврожденные навыки, какие-то неврожденные инстинкты, неприобретенные социальные инстинкты. Это намного хуже. Это структурные различия, которые нас делают во многих случаях несовместимыми. И я удивляюсь, что мы все-таки как-то, нам удается поддерживать более-менее нормальные отношения в сообществах. Потому что на самом деле конфликтность, которая нарастает по мере искусственного отбора, который мы сами проводим, как экспериментальные животные и как злые экспериментаторы одновременно, они постоянно усиливаются, эти различия. И, конечно, они страшны перспективой. Увеличение этих различий делает непонимание не только закономерным, но и социально опасным. А для того, чтобы такими штуками заниматься, нужно три вещи. Нужно первое. Довольно долго учиться. Хороший цитоархитектоник, по словам моего в свое время учителя, Вадима Петровича Заворыкина, получается через 20 лет, с точки зрения ФОХТа через 15, с моей точки зрения, через 25 лет. Ну, 25 лет довольно трудно прожить просто, занимаясь одним и тем же и вкладывая все силы в некое повышение квалификации. Поэтому это скорбный путь, а начинать его надо, естественно, с биологического. Лучше с биологического, а потом медицинского образования. Медицина, к сожалению, у нас такова, что она носит ремесленно-прикладной характер в основном, а сейчас еще, так сказать, еще хуже ситуация складывается. А общих представлений и общих знаний, она, к сожалению, дает очень мало. Когда-то были там курсы и биологические, и эволюционные, сейчас этого нет. Поэтому двойное как бы образование нужно, биологическое, медицинское. Начинать с биологического бакалабриата? Бокоплавы не учитываются, только специалисты. Значит, давайте следующий вопрос. Извините, что так долго, но вопрос был такой, очень широкий. То есть государственная программа, тогда реальные деньги, которые можно хотя бы восстановить то, что было, скажем так, 40 лет или 50 лет назад. И только после этого можно говорить о глубоком изучении. Можно пойти со стороны томографического, начать церебральный сортинг, создавая высокоразрешающие томографы. Это хорошее занятие, потому что и прибор будет хороший, но проблем там будет тоже очень много. Я думаю, что это надо делать параллельно. То есть параллельно создавать и базу научную, с этактоническими классическими исследованиями, и создавать томограф высокого разрешения. Что делается? Но делается с огромной опаской. И именно из-за того, что можно начать церебральный сортинг, который, как только будет начать, станет неуправляемым. Давайте следующий вопрос, кто хочет. Здравствуйте. Можно ли создать вещество, которое будет разрушать и уводить липофуцин? И почему вы не упускаете книгу, посвященную именно управлению и обузданию мозга, то есть приемам непосредственно? Значит, понял. Ну, я по мере поступления с проблемами будем справляться. Значит, насчет липофуцин. Липофуцин, к сожалению, выводить из мозга нельзя. Поэтому, когда вам добрый доктор Айболит предлагает почистить организм, немедленно интересуйтесь, где ближайшее отделение милиции, чтобы его туда сдать. Почему? Потому что самое главное – это мозг накапливает продукты метаболизма. Из нейронов липофуцин и не только липофуцин, там много продуктов метаболизма не выводятся. И никакую чисточку организма сделать нельзя. Можно некоторое время водку не пить, что облегчает жизнь, конечно. Но вот так взять и убрать продукты распада из головного мозга невозможно. То есть таким образом у нас нейроны стареют. В общем, это такой приличный мешок, рюкзак около клетки, которым накапливаются продукты распада невыводимые. И это признак. Признак – это начинается очень рано, с рождения человека, и заканчивается в глубокой старости. Он накапливается всю жизнь. Но самое прекрасное в этом деле, в липофусине, что в общем он не мешает, по большому счёту. То есть да, он занимает некое пространство, да, он занимает как склад внутри клетки, но он особенно не вредит. Намного больше вредит нарушение сосудистого кровоснабжения. Вот это опасно. Наш мозг в основном перестаёт активно работать. И столько из-за того, что у нас накапливается продукт распада, в виде липофусиновых гранул, там некоторых ещё соединений, сколько, из-за того, что у нас нарушается морфогенез, то есть капиллярная сессеть, кровоснабжающие нейроны, начинает запустевать. Нейронов становится меньше, питания меньше, значит, соответственно, спроутинг синаптический, образование новых синапсов, которые позволяют нам творчески думать, запоминать, становится меньше. Это приводит к трагедии. Утраты наших тех способностей, которые в детстве оказались нам дармовыми и такими естественными. То есть единственный способ спасения собственного мозга – это пытаться им пользоваться. Я об этом тысячу раз говорил, потому что по-другому заставить кровеносную систему подносить туда продукты метаболизма в большем объёме, чем в норме, нельзя. Но перегружать нельзя тоже, потому что рюкзак, конечно, он большой, может быть, но не бесконечный, липофусиновый. То есть нужен некий баланс. На самом деле человеку не так много, чего в жизни надо решить. Вопрос-то – что вы хотите? Обычно, когда дело доходит, а чего хочется, вот тут возникает проблема. Хочется обычно всякого безобразия, но это безобразие даже достигнуто и быстро утомляет. То есть надо сначала решить, а для чего вообще им пользоваться, этим мозгом, а потом попытаться пользоваться каждый день. И выяснится, что у вас ресурсов интеллектуальных огромное количество, просто их не используйте, потому что лень, не хочется, и все соседи говорят, зачем ты это будешь делать, это от этого один вред. Мышление не предназначено наше для решения интеллектуальных задач, а только для решения биологических. Любое решение биологическое, покупка новой машины, квартиры, новых ботинок, еще что-то, поддерживается мозгом. Это замечательно. Вы таким образом выпендриваетесь перед окружающим и тут же получаете внутримозговые наркотики или эндорфины. Красота. Но как вы только начинаете думать о чем-нибудь безобразии, например о какой-нибудь высшей математике или не дай бог о каких-нибудь других серьезных общечеловеческих проблемах, он тут же начинает вам вредить. Вам хочется есть, осуществлять всякие способы дефекации, вам срочно надо помочь маме, помочь жене, сходить на работу, все что угодно, только не думать. Мозг так защищается, потому что потрава энергии, трата энергии категорически запрещена. То есть это биологическая проблема. То есть если вы будете по чуть-чуть думать о нужной вам проблеме, о нужной вам проблеме, но каждый день вы решите миллион проблем без особого напряжения. Но если будете перенагружаться, то мозг найдет способ защититься. Есть масса способов, он вас все равно обманет. То есть жизнь – это бесконечная конкуренция. То есть или вы обманываете мозг, или мозг обманывает вас. Вот если он вас обманет, то вы будете игрушкой инструментов в руках эволюции. То есть он вас обязательно отправит или на гильотину, или еще куда-нибудь. Ну, по тюрьму на худой конец. То есть мозг найдет способ с вами справиться, потому что цели мозга и цели человечества абсолютно разные. Мозг хочет, чтобы вы были выдающимся сапиенсом, как вид, и покрыли метровым слоем своих потомков всю планету. Желательно, письев, при этом всех остальных. Это задача мозга. А задачи человечества, они несколько иные. Они не связаны с этими. У нас есть некие представления о гуманизме, о взаимопомощи, взаимодействии к сообществу. Вот поэтому в жизни это вечная борьба, собственно, которая, как правило, побеждает. Я бы хотела спросить об Айнах. Чехов про них писал, что они кроткие, кроткие и безответные, и что всякое насилие возбуждает в них отвращение людей. Может быть, это те самые древние люди, у которых был большой мост? Вы про Айнах имеете в виду, которых... Красавец. И даже знакомился с ними ближе, чем с Айнами. Что хорошо описано, советую про поездку Чехова почитать воспоминания офицера полиции, который был приставлен к нему и сопровождал его во всей поездке. Вы откроете, как у нас любят говорить, нового Чехова. Поскольку этот полицейский не блистал умом, но аккуратно записывал, что делал Антон Павлович на каждой остановке. От вас откроется целая бездна знаний, я вас уверяю. Вы можете, к сожалению, потом Чехова не сможете читать. А насчет Айнов я с удовольствием вам отвечу. Книжка не переиздавалась. Она была издана где-то в Скорбе лет через пять после смерти, по-моему, Чехова. Может быть, я ошибаюсь. И очень не приветствуется литература ведами. Потому что Чехов был таким своеобразным. человеком. И хронометраж его дальней этой поездки вызывает беспокойство у его почитателей. Теперь относительно Айнов. Кроткие Айны, да, конечно, они были кротки чрезвычайно, потому что вы представьте себе, что самураи, о которых нам любят снимать сказки в японских фильмах, на самом деле это, собственно говоря, Айны. то есть вот эти зверские самураи, это что за культура? Дело в том, что кто такие японцы? Японцы это такие сильно упрощенные китайцы, упростившись, переселившись на острова. Если вы побываете в японском музее, вы увидите странные вещи. за бронированными стеклами там находятся, например, из нефрита некий барельеф размером там 30 на 30 сантиметров. Японцы ходят к нему с уважением смотрят, стоят в очередь. Вы приезжаете в Китай, вы видите нефритовый барельеф 3 на 8 метров, такое же точно, вокруг которого бегают там мочицы собаки и прочее, прочее. То есть вот такая разница в культурологической истории. А теперь дальше. Дело в том, что китайцы, переселившись на японские острова, столкнулись с айнами. Это очень воинственные люди и надо сказать, что они весь все начало даже 19 века русскую армию тоже гоняли там, будь здоров как. Экспедиционные корпуса, которые туда посылались, сталкивались с жесточайшим сопротивлением. Это суровые люди, у которых, если вы посмотрите на их фотографии тех времен, это такие бородатые мужики, похожие на среднерусское население. А монголоидность проявляется только у женщин. С очень своеобразной культурой, очень воинственной, очень хорошо организованной и переселившиеся хитрые китайцы на острова поняли, что с айнами не справиться никогда. И тогда, что они сделали? Они сделали их своими начальниками. То есть, сделали выдающимися воинами. И вот вся самурайская это, скажем так, псевдолингвистика, которая идет в Японии, это айны. Они поэтому сахалинов после Второй мировой войны их аккуратненько перетащили всех на Хоккайто. На самом деле они жили на этой территории и сделав из них воинов, они, собственно, приобрели две вещи. Во-первых, они получили очень оригинальную культуру, которая позволяла им справиться с большой землей, то есть, китайцами, своими же родственниками, очень хороших воинов, очень хорошую оборону и, самое главное, жесткую социализированную культуру. Теперь относительно вашего вопроса о древности. Да, действительно, существуют антропологические сведения, достаточно подробные о том, что айны это быстрее всего вторая азиатская миграция, ранних сапиенсов. Это остатки вот этой ранней миграции. То есть, там было три больших миграции, в самую первую прошли они через Австралию и то, что сохранилось до XIX века на Тасмании, то есть, когда англичане туда пришли, через 70 лет все исчезли, древнейшие следы древнейшей миграции, потому что они вымерли, хотя там англичане поступали, даже пишу об этом очень гуманно, они не охотились на аборигенов, потому что в английской колониальной политике обычно такая традиция была выйти, поохотиться до обеда на аборигенов, ну, как на животных, то есть, они даже не охотились на коренных тасманийцев, но, тем не менее, они вымерли, через 70 лет присутствия англичан. Вот это был последний след первой миграции, вторая миграция, тоже сегодня мы видим на юге, это коренные австралийцы, так называемые, и вот кусок миграции, как раз айнская, это древнейшая культура, которую засилили с травами, не из первых, и смешавшись, то есть, они плохо смешивались, но тем не менее, смешивались с пришлыми китайцами, которые называются японцами, и создали ту японскую культурную прослойку, которая их отличает радикально от китайцев, то есть, это вот такое смешение этнических групп. Насчет тишины и спокойствия я сомневаюсь, во-первых, они охотники, во-вторых, еще раз подчеркиваю, воинственные, мы не могли на Сахалине, еще во времена русских царей, ничего сделать с ними, потому что они регулярно вытесняли наши экспедиционные отряды, которые должны были установить там власть России. А могут быть большие? Вы знаете, черепа у них, я, к сожалению, в мозги не смотрел, потому что последних два айна умерло на территории Южного Сахалина, в конце 80-х годов, и, естественно, от них никаких следов у нас не сохранилось, потому что к тому моменту программа создания вот этого пантеона мозга, который бы ответил на массу вопросов, уже была прекращена почти как 40 лет. Вот это прекратили, поэтому мозг не собирается, уникальные люди и таланты, и этнические группы уходят, и мозг не исследован. Но черепа я смотрел, их объем известен, это как раз довольно крупные черепа, то есть они не столько крупные, чтобы сравниться с самыми большими европейскими мозгами, которые, как известно, это Польша, Белоруссия и Восточная Германия, но достаточно велики, то есть выше, чем среднекитайский, то есть явно, что это не синантропы, то есть это была другая ветвь, где-то 1360-1380 грамм, что статистически больше, чем у современных японцев. Да, различия есть, но из-за перемешивания, конечно, это не так хорошо заметно. Здравствуйте, Сергей Вячеславович, вот я бы хотел вопрос задать, недавно посмотрел очень интересное видео, где вы рассказываете о вашем исследовании мозга больных шизофрении, то есть что вот обнаружено новое, так сказать, что раньше было совершенно неизвестно, вот до сих пор большинство психиатров считают, что это связано заболевания с нарушением обмена нейромедиаторов, прежде всего допамин, или там особенности рецепторов и так далее, вот, и лечат, соответственно, вот методами, которые либо подавляют выработку допамина, либо блокируют как-то эти рецепторы, там, Д2 и так далее, вот, но вот вы весьма убедительно рассказали в своем видео, что собственно, вот они материальные свидетельства, что причина-то не в этом, и вот в связи с этим очень интересно, а что же реально, то есть, что причина связана с особенностями эпифиза, его строения, что он не стареет, там что-то не накапливается, вот, продукты распады или что-то в этом роде, вот, и вот хотелось бы узнать, а что в динамике-то с мозгом таких людей происходит, это раз, что происходит при обострении, и третье, самое важное, как можно лечить, вот основываясь на этих новых данных, то есть, можно ли радикально новое что-то предложить лучше? Спасибо. Я понял. Значит, насчет шизофреников, это не совсем к теме нашего сегодняшнего разговора, но два слова я на это потрачу, значит, да, действительно, то есть, задача стоит очень простая, у нас на сегодняшний день нигде в мире не существует объективного способа оценки шизофрении, особенно скрытых ее форм. Два психиатра встречаются, и они договориться между собой не могут никогда, потому что критерии очень размыты, и пока речь идет о параноидальной шизофрении, где выражены четкие параметры, понятно, но человек бросает все время на вас топором, нет топора, он бросается там просто так с кулаками, ну и агрессивное, буйное поведение, да, оно из скрытой формы, из скрытых форм огромное количество, и эти люди очень адаптивны и очень опасны, потому что они не достигают высоких уровней власти, могут натворить бог знает что. Значит, поскольку таких критериев нет, ни биохимических, ни метаболических, никаких, если бы добрые исследователи были бы правы, они бы давно нашли критерии, по которым взяв, например, там спинномозговую жидкость, или в конце концов пунктат, можно было бы определить, есть или нет, но таких биохимических показателей просто нет. Можно сколько угодно говорить о генетике, о медиаторах, но отличить шизофреников слепым встречным методом, ни одним из существующих приемов медицинских, пока невозможно. Если человек лежит тихо, спит, и не ведет себя буйно, вот нету никаких химических, генетических, ну кроме тяжелых случаев генетических нарушений, способов определить шизофреника от нормального человека. Вопрос сводится к этому. Поэтому передо мной в свое время была поставлена такая задача, найти объективные критерии, независимые от поведения, которые бы можно было бы объективизировать состояние шизофреников. То есть, ну, отличить вам шизофреник, хотя бы параноидальный, или нет. Задача очень простая. Не лечить никого, ни в коем случае. Но речь была такая, как бы отделить нормальных от сумасшедших. То есть, вот такая проблема. И понятно, что логика была очень простая. Понятно, что люди с нарушением психики обычно не соблюдают суточный ритм и прочее, прочее. Поэтому пошли таким путем, начали смотреть, а что, собственно говоря, регулирует эти ритмы, и где можно найти ключи к просто прижизненному пониманию этого вопроса. То есть, как вот, чтобы человек сунуть в томограф, посмотреть на картину, сказать, ну, у этого, значит, 95 процентов, что он быстрее всего имеет психические отклонения, не зная ничего о нем. Или наоборот сказать, нет, у этого все в порядке. Оказалось, что система метаболизма, причины его, еще раз подчеркну, неизвестны. Там вполне может быть все что угодно, включая медиаторы. Причина неизвестна. А фактически это признак, который позволяет на обычной существующей ныне томографии. По количеству конкрементов предположить с высокой долей вероятности, что у этого человека есть отклонение психики. Конкрементов много, то есть, эпифиз разрушается, то есть, мозговой песок в мозге есть, и эпифиз им заполнен, ну и хорошо, значит, нормальный. Тихо впадает в маразм, все прекрасно. Значит, нормальный человек. А вот если там как раз эпифиз находится в состоянии таком, как у молодого человека, 16-летнего, это должно настораживать. Как это связано, какие биохимические причины, неизвестно. Каков механизм этого необразования конкрементов, то есть, мозгового песковой эпифизи, тоже неизвестно. Речь идет только о факте, о том, что на нескольких, скажем так, тысячах людей с отклонениями психики, параноидальными шизофрениками, было показано, что такое различие есть. Его можно использовать для того, чтобы оценить при жизни человека. Есть такая склонность с высокой вероятностью или нет. На сегодняшний день ничего более достоверного в мире не существует. Как и не существует ни малейшего, почему появилось это видео, ни малейшего интереса к этой проблеме, потому что, как только мы объективизируем оценку человеческого поведения по жестким структурным критериям, ну, как в случае с церебральным сортингом, мы сразу начинаем сортировать людей. А это страшно. И многие, зная грехи свои, в том числе стоящие власти, не очень хотят, чтобы такие технологии проявлялись, причем не только в нашей стране, а во всех остальных то же самое. Представляете, вы подаете в руки социальной системе страны, государства или ООН, инструмент для отделения шизофреников от не шизофреников. То есть нормальных от ненормальных. Ну, пусть лучше самолеты бьются, рассуждают немцы вместе с пассажирами, чем мы начнем такое дело. Ни интереса, ни малейшего нет. И именно поэтому, как только вы объективизируете такие серьезные вещи, как особенности человеческого поведения, и как только вы объективизируете реально хотя бы отделение четко душевной болезни от душевного здоровья, возникает страшный соблазн начать сортировать людей по этому признаку. Это тут же называют фашизмом, евгеникой, чем угодно, ну, а в результате шизофреники водят самолеты до тех пор, пока они врежутся в гору, и все считается нормальным. То есть вы сталкиваетесь в данном случае объективность метода сталкивается с нежеланием социальной системы его использовать с опасностью. Вот в чем дело. А как лечить? Ну, для того, чтобы лечить, нужно начинать очень с простого. Понять, как различается вот этот механизм конкрементогенеза уши-софреников и внеуши-софреников. То есть это ключ. Я записал это видео, чтобы дать хотя бы психиатрам ключ для решения проблемы. Ну, не хотят они этого, боятся, денег им на это не дают. Ну, это их уже проблемы. Я сделал, что смог. А дальше мы готовы это продолжать, тем более, естественно, в маленьком видео там не все сказано. Но для этого требуется, опять-таки, интерес стороны государства и научных фондов. Такого интереса нет и быстрее всего не будет, как к церебральному сорсингу. Потому что никто не хочет получить реальную информацию как о себе, так и о количестве шизофреников среди нас. Давайте следующий вопрос. Сергей Вячеславович, спасибо вам за вашу работу в «Нестандартное мышление» и «Антигинформизм». Вопрос у меня такой. В твоих публикациях, выступлениях вы приоткрыли природу трудных гениев, как вы называли, на примере Рудольфа Нуреева и Владимира Маяковского. В частности, вы говорили, что Владимир Маяковский пользовался особыми приемами, поскольку у него не было способностей, морфоструктур необходимых для поэтов. Не могли бы вы подробнее рассказать про эти приемы, про механизмы переподчинения полей? Да, я понял. Да, я понял, о чем речь идет. Полностью переподчинить и довольно трудно у того же Маяковского. Он, конечно, пользовался. Значит, здесь в чем дело? Что с Нуреевым, что с Маяковским? Есть много людей, которые проходит время, вы смотрите там на того же Нуреева, ну, что там? Да, в общем, многие лучше него танцевали. Ну, то, что его уносили после выступлений, поскольку ноги были все забинтованы, у него был страшнейший варикос, он был, собственно говоря, инвалидом и выступал страшными болями, но при этом он страстно и здорово танцевал. Ничего не скажешь. В чем дело? Дело-то в очень простом. Например, одному человеку, если говорить о гениальности, даются все структуры мозга, например, выраженные для того, чтобы хорошо танцевать с тем же Нуреевым. большие моторные центры, там, ядра, неокортикальные, новые, там, хвостатые, дропутам, скорлупа, все очень выраженное, большое, моторные центры, огромные, координация точная, ну, там, барышников, тот же самый, льепа, старший, я имею в виду, старый, который уже умер. И вот, значит, такие выдающиеся люди с такими уже особенностями структурными, они действительно будут танцевать феноменально, долго, здорово и неподражаемо. Но есть люди, у которых есть другие признаки, у которых мозг устроен таким образом, что они могут заставить себя, это может, психология, это называется мотивацией. На самом деле, это не только мотивация, это целый комплекс структур, которые позволяют человеку принудить себя делать все, что угодно. Такие есть. Таланта особенного нет. структурной предрасположенности нет. Или очень слабенькая. Но есть то, что в психологии называется мотивация. На самом деле, это размер лобной области некоторых там структур, которые связаны с моторными центрами. У нас в норме это центры тонкой моторной координации. И вот с помощью этих областей эти люди подчиняют всю свою жизнь решению некой одной очень узкой задачи. А мозг устроен у нас так, что большое подчиняет меньшее, маленькое. И есть ли эти области у них, которые могут заставить весь стальной мозг работать на себя, достаточно велики, но не моторные. То есть, понимаете, это не талант, а это те центры, которые заставляют. То есть, короче говоря, у вас очень плохая армия, но очень сильный генерал с большой дубиной, который гоняет всех солдат, и они гонят их под танки. То есть, вот такая система. Цена за такое очень велика. смотрим на Маяковского, у него не хватало, при огромном мозге, 1700 грамм, у него не хватало структур, которые бы обеспечивали его поэтический талант. И он пошел, он поэтому все время писал, ругаясь там со всякими партийными начальниками, он говорит, что это писание стихов, это добыча угля, это адский труд. Для него это был действительно адский труд, способностей почти нет, а страстное желание огромное. Ну, там я привожу в книжке «Изменчивость и гениальность» о том, как его убедили некоторые мерзавцы, о том, что борясь с ним как конкурентом, что у него нет художественного рисовального таланта, хотя у него было его полно, чтобы избавиться от него, чтобы он пошел в поэзию. Ну, и в поэзию он пошел. Желание огромное, страстное, человек был страстный, мозг гигантский, ресурс огромный. И что он здесь сделал? Он стал использовать моторные области мозга для того, чтобы писать стихи. Стихи, получается, корявые. Там рядом Хлебников творил, который так между делом, ковыряя в носу, там, сочинял бессмертные произведения. Блоковские стихи распространялись, которые тоже особенно не перенапрягался. А тут, значит, и вот он дальше подчиняет творчество. Некоторые, он ее разделял алгеброй, гармонию, и начинает использовать, что? Мозг огромный, память прекрасная, и он начинает в ритме шагов сочинять свои стихи. Все стихи Маяковского писались на ходу. Он никогда ничего не записывал. Он ходил просто и рифмовал свои вот эти вот сочинения. Потом приходил, садился и записывал. Поэтому никогда ему не нужен был какой-то специальный стол. То есть, он все писал в голову. Но в результате хорошей памяти и отличных моторных областей гигантских он что делал? Он пользовался этими моторными областями, думал о стихах, а ходил по Москве, гулял. То есть, в результате, что он делал? Он включал моторные области и подчинял их одной идее. Ну, конечно, если бы у него под ногами лежали там тысячи гадюк, вряд ли бы он что сочинил. Но поскольку в Москве был асфальт и булыжник в то время уже, более-менее ровно, все это позволяло автономизироваться. Ну, как студент, когда идет и читает книжку. Ровно до тех пор, пока не наступит на мягкий шланг. В панике подпрыгивает. Почему? Потому что змея, биологическая память. То есть, если ничто не мешает, можно включить некий механизм и заставить работать ту область, которая у вас работает в фоновом режиме, для того, чтобы решать какую-то задачу. В этом плане, для того, чтобы мозг свой нагружать, можно всегда использовать всякие приятные вещи. Ну, например, у приматов очень плохо развита вкусовая зона. Гигантская нижняя часть височной доли, мы и не пользуемся. Едим всякую гадость. Для того, чтобы вы могли воспользоваться этими нейронами, а там вообще-то где-то около трех миллиардов нейронов. Ну, так лежат, просто отдыхают, ждут очередной порции картошки с сосисками. Ну, какие тут ощущения? Да никаких. Издевательство одно. Вы попробуйте их чему-нибудь научить. Это, кстати, в область памяти. И тут же, вместе с развитием вкуса, то есть, с развитием дифференцированного вкуса, у вас начнут появляться новые потенции и к памяти, и к соображению. То есть, вы должны, решая задачу конкретную какую-нибудь, подключать как можно больше областей мозга. И двигательные, и вкусовые, и обонятельные, и осязание, да все что угодно. То есть, значения не имеется. Если вы думаете напряженно о чем-то важном, то вы должны включать всеми способами, начиная от чревоугодия, кончая там физкультурой, те области, которые вы обычно не задействуете. Я вас уверяю, решение неплохо решаемых задач пойдет быстрее, память начнет работать лучше. То есть, таким образом можно подчинить, но для этого нужно заставить себя думать не только, когда вы, например, пишете или обсуждаете на работу эту проблему, какая перед вами стоит, а думать тогда, когда это делать не обязательно. То есть, мозг человеческий не используется потому, потому что человек думать начинает, когда начинает или писать, или разговаривать об этом. Тогда вдруг его осеняет. Ах, вот я вот в разговоре я понял, сообразил. Это от чего? От патологической лени. Потому что заставить мозг работать, когда он работать ему не обязательно, очень сложно. Поэтому, собственно говоря, величие и Нурриева, и Маяковского, гениями были, да, но положив свой мозг, положив свою жизнь именно на решение одной единственной проблемы. То есть, поэтому, к сожалению, выдающиеся люди. Но если бы у них еще были те же области, как у гения, то мы бы имели с вами что-нибудь вроде там Леонарда Винчи. Но, к сожалению, это не всегда бывает так. Это редкие примеры, к сожалению. в основном более печальные. Но это можно использовать. И даже в повседневной жизни просто заставляя себя заниматься при решении проблем. Вот вы думайте о ней, займитесь чем-нибудь другим, пойдите что-нибудь вкусного съешьте в конце концов. Но не шоколадку там от Порошенко, а что-нибудь более интересное. Приготовьте с изыском. Это пойдет на пользу, потому что вы сбудите центры вкусовой, в том числе вкусовой памяти. Они у нас есть, большие. и развиты. Мы их никогда не пользуемся. Получите удовольствие от жизни, желудок вас одобрит всячески. Ну и может быть решите свою проблему. Давайте еще кто-нибудь. Сергей Великимович, добрый день. Спасибо за очередную содержательную книгу. Как раз у меня вопрос на ней. В одном из ваших интервью я слышал, что вы затронули проблему денег, говоря о ней о том, что это эквивалент пищи. Сейчас мы видим, что эквивалент не только пищи, но имея определенное количество купюр, можно реализовать и инстинкт размножения, и соответственной доминатности в легком смысле. в этом смысле можно ли говорить о том, что деньги и их развитие за последние полутора тысяч лет это такой же инструмент сегрегации и ускорения собственно биологической эволюции, такой же, как и блестяще описали религию и нации. Ну, конечно. Репродуктивные способности в двух панариях Древнего Рима вполне прекрасно решали. Да, именно таким способом за небольшое количество денег. Да, действительно, деньги играют такой же точный инструмент, но проблема-то в чем? Проблема в том, что деньги, являясь таким эквивалентом универсальным, они как распределяются. Понимаете? Вопрос распределения денег и для чего. То есть, да, конечно, люди реализуются там. Купил новый айфон, выпендрился, пошел на работу, всем показал, все завидуют. Купил новый там, вот, Бентли, последний модель сейчас проходил, на улице стоит такой, на джипе Бентли. Ну, тоже залез, поехал в пивную в Жигули, выпендрился, прекрасно результат. То есть, речь идет о чем, что, ну, эти все, это все проблема-то денежная связана с критериями доминантности. У нас критерии-то какие? Все те же самые, что у мартышек, сидящих на дереве. То есть, у кого банан больше, жена моложе, ветка толще. Понимаете, то есть, получается так, что деньги работают, да, работают, но они так редко отражают цели человечества, что, как бы они не играли наоборот роль. То есть, потому что люди с деньгами, они получают преимущество для размножения, ну, и что? Мы знаем, вот, например, в Англии уже несколько поколений очень богатых людей с Ближнего Востока, из нефтеналивных стран, вот, они там живут. Вот, пожалуйста, там все способы доминантности, ну, на уровне, как можно, машины, дома, прочее. Так, а где результаты? Где у нас засилье арабских художников, поэтов, выдающихся писателей, ну, и хотя бы физиков, ядерщиков, где-нибудь на коллайдере вы видели? Вот вам, пожалуйста, не одно, а несколько поколений денежных мешков, которые обучаются в лучших университетах мира, ну, с точки зрения, так сказать, западной цивилизации, вот, и которые учат лучшая профессура в мире, самая рейтинговая, самая рейтинговая, где плоды-то? Где результаты? Три поколения, уже должно быть, три поколения, просто мы должны заходить в книжный магазин и видеть от угла до угла произведения арабских писателей, детективы, приключения, фантастику, любовные романы, где они? Ни одного нет. Мы заходим в галерею, там, третяковка должна биться в судорогах на аукционах Кристи, покупая шедевры новой арабской живописи, учитывая количество, кончившись в высшее учебное заведение в Англии и Америке с деньгами людей оттуда. Так, где художники? Художников нет. Про ученых я не говорю, потому что там каждому такому ученому легко можно было построить по три института, где бы он там, или семь институтов, где он ночевал бы раз в неделю, как у любимых жен. Но этого же не происходит. То есть это говорит о том, что да, деньги – это средство доминантности, но только ровно для того, чтобы осуществлять биологическую доминантность. А социальный не идет, то есть нужно что-то другое включать. Дело в том, что об этом я и пишу в этой книжке, я пишу о разных историях искусственного отбора мозга. Проблема-то в чем? Наша непохожесть связана не с тем, что мы жили-жили более-менее одинаково, а теперь стали друг ссориться друг с другом. Да нет. История такова, что все люди на этой планете, все этносы, все даже маленькие деревушки прошли разный эволюционный путь. И отбор действовал на Ближнем Востоке до 1974 года, до открытия нефтяных, нефтяных обучений по одним принципам, а в Европе по другим. И вот эти там 50 поколений отбора, которые прошли те же самые англичане, а их не выкинешь, их надо прожить, то есть надо пройти через такую же мясорубку. А так сколько ты не запихивай наших нововарищей или Ближневосточных в английский университет, ничего не получится. Не заведется. Почему? Потому что отборы они не прошли, их мозг устроен так, что они будут хотеть даже, но не смогут. К сожалению, мозг так устроен, что заставить его делать то, что он в принципе не может, это невозможно. Он может будет имитировать. Ну, как дети имитируют гениальность. Добрые родители, обычно пытаясь заработать на своих детях, особенно у тех, у кого жизнь не задалась, они словят своих детей вовремя, значит, там лет в семь, дальше награждают гениальными функциями, а дальше с ними носятся, как с флагом, и рассказывают, какие у них дети гениальные. Ну, потом к плавовому соревнованию они все исчезают куда-то. Так вот, здесь то же самое. То есть попытка внушить ребенку или попытка дать образование без структурной неврологической основы ни к чему не приведет. Я поэтому говорю, что церебральный сортинг это не геника, а наоборот самый гуманитарный подход, потому что каждый человек сможет заниматься тем, к чему он лучше всего приспособлен. И тогда не будет таких глупостей. Ну, зачем мы ехать учиться в английский художественный колледж к человеку, который прекрасно пасет верблюдов, я не понимаю. Это издевательство над колледжем и над верблюдами, потому что туда придет не тот, кто их умеет обслуживать. То есть вот о чем речь идет. О том, что люди, отбираясь многие сотни и тысячи поколений, получили специализацию мозга, которую снаружи не видно. Но именно к этому они приспособлены. Я не говорю, что среди них нет выдающихся художников, музыкантов, поэтов, писателей. Но речь идет о том, что нужно пытаться заниматься тем, к чему твой мозг отбирали предыдущие несколько тысяч лет. Тогда это даст наибольший результат. Ну, или новыми вещами, как та же самая программирование, компьютерные всякие вещи. Это другая область. Ранее неизведанная, но тем не менее, способности для этого должны быть. Без способностей ничего не получится. Люди слишком разные. Я еще раз повторю, разница как количественная, так и качественная, она лежит в основе всех наших и проблем, и достижений. Давайте следующий. Спасибо. У нас в зале еще много вопросов. Как, Сергей Вячеславович? Можем еще несколько? Да, можем, можем. Вот тогда в литературном кафе. Добрый день, Сергей Вячеславович. Вот такой вот вопрос есть. В последнее время очень у многих есть такое мнение, что лингвистическое программирование это действительно вот такой особый метод, который работает, который помогает людям снимать некие эмоциональные слои, которые раньше наслаивались в детстве, допустим, или в отричестве. И это действительно... У меня есть пример. У меня приятель ходил к психиатру, и он, скажем так, постепенно меняется отношение к миру. То есть раньше он был такой очень подавленный человек, сейчас он более адекватно относится ко всему. Вот такой вот вопрос. Вот нейролингвистическое программирование и психотерапия, это действительно работает? Или же это для таких вот впечатлительных людей? Да, я понял. Значит, насчет NLP. Значит, NLP, значит, вы можете пройтись по книжному магазину, купить 20-30 книжек старых авторов, которые вышли до появления NLP, взять острый ножик и создать новое учение NLP, потому что NLP на самом деле это прикладные методы, которые хорошо себя зарекомендовали в практической психологии. Никакой бы NLP отдельной науки, отдельного способа не существует. Это практические приемы, психология, отработанная за последних полтора ста лет. Они изложены во всех старых книжках, ничего здесь нового нет. Другое дело то, что они выбраны в прикладном виде для того, чтобы пользоваться повседневно. Теперь дальше. Здесь нужно несколько пояснить. Сам психологический подход это ретроспективный. Вы обследуете 10 тысяч человек, задаете вопросы, ставите задачи. к 10 тысяч первому у вас нарабатывается опыт, который позволяет с вероятностью в 50% примерно предсказать, как он будет себя вести. То есть никакой вероятности нет. Почему? Потому что ни в психологии, ни в NLP нет самого главного. Нет аксиоматики науки. Наука строится на трех вещах. Аксиоматики, возможности предсказания результата, и так называемые проверки методом известной добавки. Вы изменяете входные условия на известную величину. Если ваша теория верна, пропорционально должен иметься результат. Вот в психологии NLP таких подходов вообще нет. Это что такое? Это эмпирический способ общения с людьми. Лучше становится вашему товарищу, конечно. А пошел бы он к муле, к равину или к православному попу. Было бы то же самое. Душевно бы поговорили. А еще бы лучше, если бы он пошел в пивную и нашел себя там товарища. И за кружкой пива тот бы ему, так сказать, просветил как следует и не один раз. Раньше это совершалось в советские времена. Все NLP сводилось к тому, чтобы после работы на троих. И вот было NLP. То же самое. Мужики собирались, да и женщины частенько. И, значит, хряпнули по соточке и поговорили об NLP. То есть, что такое? NLP – это замена человеческого общения. Ваш бы приятель, если бы он вел себя с людьми, так сказать, более-менее нормальный, был в нормальной обстановке, у него бы не возникало. У любого примата, необязательного человека, даже у шимпанзе, возникают проблемы с общением. Всегда. Эти функции человечество давным-давно понял, что надо что-то с этим делать. Поэтому возникалась как социальная структура, то есть создавались семьи, создавались религиозные культы, которые использовались естественно в основном для того, чтобы стравливать друг друга, людей, устраивать искусственный отбор. Это основная цель любых религиозных систем. А кроме этого, очень важная модель воздействия. То есть, когда вы устраиваете вот это вот на троих, но уже с специалистом. В цивилизованное время, то есть, когда возникла вся эта ерунда с Фрейдом, которого самого надо было сначала вылечить, прежде чем его учить писать и читать. Потому что проблемы у него были сексуального характера, которые он распространил на все человечество. Если какому-то мужчине, женщине равнодушно, может, не надо из этого устраивать психоанализ, псевдо, потому что никакого психоанализа на самом деле нет. А здесь вопрос социальных контактов. Наш мозг формировался, ведь вы всегда знаете, как люди исповедующие разные религии говорят, а вот откуда берется гуманизм? А откуда берется желание помочь ближнему? У человека, даже не обладающего религиозным сознанием. Поэтому ответьте на этот вопрос, откуда берется. И тогда считать, что религии это выдумки. Откуда берется, совершенно понятно. У меня есть книжка, она называется «Возникновение мозга человека». Искусственный отбор, который мы устраивали для того, чтобы просто не убивать друг друга при наличии пищи, он связан с тем, что мы отбирались по размерам долобных областей. То есть наше социальное отношение, доброта, желание помочь, альтруизм в какой-то степени, это результат эволюционного отбора обладателей больших лобных областей, которые выполняют тормозные функции и позволяют нам делиться пищей и соблюдать какую-то социальную структуру. В религиозных культах этого дают за промысел Божий. Вот и все. В психологии это продают за способ коррекции поведения. То есть мы приспособлены к тому, чтобы делиться с другими, как проблемами, так и достижениями. Мы социализированные существа и сделали это сами. Наши предки не были такими. Мы искусственно отбирали себя, поэтому любой хороший разговор, как на троих в подворотне, так и с психологом, владеющим НЛП, это, конечно, хорошая вещь, конечно, действует. Мы люди, именно потому люди, потому что мы научились делиться пищей, общаться с друг другом, не уничтожая друг друга. Но есть, конечно, те, которые не могут общаться. Это тоже понятно. Такие штуки выщепляются. В эволюции регулярно появляются такие людоеды. нормальный биологический процесс. Так что пусть ходит туда, где ему помогают. Но может попробовать парочку попов, тоже может помочь. Да, давайте дальше. Профессор, вопрос про религию. Как быть с Христом тогда? Это вся история с Христом как с Ним быть. Вы о чем вообще? Я Христе. Но это не ко мне, во-первых, это к священнослужителям, а во-вторых, вы меня простите, таких, а как тогда с Буддой? Почему они отрицают Будду? Это же ужасно. Ну и много чего еще. У нас существует масса религий, у которых всегда есть идеальный объект некий. Ну вот распространено христианство, но это такой экспортный вариант семитских верований. Причем сами там у себя никто не верит. Ну в общем это история культурологии на самом деле по большому счету. И рассматривать здесь нечего. Собственно говоря, таких моделей было полно. начинается с архаичного Заратустра, который, как известно, был ученым и придумал монотеизм, десять заповедей и много чего еще. Но для того, чтобы без денег заставлять платить налоги и управлять страной, потому что посмотрите на любые религии. Так родился уже виноват. Деньги в кассу. Сделал что-нибудь, вышел на улицу, опять виноват, опять деньги в кассу. Вы посмотрите, как это все устроено. Задача была перед Заратустрой, как свидетельствуют байки древние, никем не подтвержденные, что он поставил такую задачу, как при минимальном количестве войск собирать дань и управлять населением. Придумал так, что все виноваты, попробовал и понял. То есть чувство хронической вины при высокой уровне социализации это верный способ, чтобы ты сдал деньги. Это прекрасно. Поэтому религии как таковые они интересуют с трех сторон. С одной стороны они сделали огромный шаг, запретив, например, христианство развивалось и вообще полезно было, когда люди начинали исповедовать такие религии. Каннибализм исчез. Понимаете? Многие религии остановили каннибализм. Ну, действительно, есть нехорошо друг друга. И это было достижение. Потом дальше исчезли различные глупые верования в колодец, свежий ветер, еще во что-то. Было заменено одним универсальным способом верования. Тоже хорошо. То есть польза была принесена огромная. Во-первых, самоуничтожение, во-вторых, замена массы предрассудков на один предрассудок универсальный, общий для всех, тоже хорошо. То есть ничего плохого в религиях не вижу. Просто это пройденный этап. Потому что как только это все реализовалось, их стали использовать для того, чтобы стравливать друг другом народы. Вся Европа, пожалуйста, это непрерывная цепь религиозных войн, где сотни тысяч, миллионы людей умирали как бы за идею, на самом деле, за то, что там десятину не платили или еще что-то. Вся история, вот в этой книжке я рассказываю, вся история инквизиции, это что такое? Это тоже способ искусственного отбора. Почему? Потому что если у вас кого сжигали? богатых в первую очередь, почему-то они были ужасные все, как один. Церковь забирала две трети, как правило. Это их на костер. А кто сохранялся? Ну, тот, кто сумел предать своего соседа, тот, кто сумел предать родственников, тот, кто сдал и своим начальникам, и религиозным контролерам. Сдал всех и остался сам. То есть, кто выживал в результате всего? Богатые и подлые. Это и есть церебральный сортинг в таком виде, в котором хуже представить себя нельзя. Ну и, пожалуйста, 500 лет такого церебрального сортинга, отличный результат. Попробуйте с европейцами договориться о чем-то. Они прекрасно себя ведут, отличные ребята, гуманисты, пацифисты, точно выполняют все договора. Если вы держите их рукой за кадыкой, они слегка хребят от вашего нежного воздействия, вот тогда они, да, пацифисты. Во всех остальных случаях они вас зажарят живьем и съедят. Не надо думать. И по религии в Европе то же самое выполняют функции исключительно системы, системообразующего надувательства окружающих. Больше ничего. Это давно уже так. И все, кто занимается реальной политикой, реальной экономикой, исходят из этого. Это печально. А религиозное сознание привлекательно и полезные вещи. Если человек не хочет ничем заниматься, то это огромные пользы приносят религиозное сознание, потому что оно ему дает алгоритм простого, безопасного для окружающих поведения, которое позволяет ему нормально жить. И не пользоваться собственным мозгом, потому что есть готовые ответы. Вам не надо ничего решать. Ваш мозг пользуется, берет как бы из картотеги, как компьютер, карточку, и вот на это действие, вот такое вот мое действие, все. Экономия энергии, что тут же поддерживается внутренними эндорфинами. Поэтому глубоко верующие люди, я ему завидую, честно говоря, потому что все им находятся под легким наркозом эндорфинов. Нормально. Каждый устраивается как может, кто-то внутривенно водит, кто-то с вами собственными пользуется. Выбирайте. А вопросы еще какие-то есть? Сергей Вячеславович, мы уже немного касались этой темы сегодня. Не могли бы вы поподробнее остановиться и рассказать нам об альтруизме и причинах его возникновения и эволюционных задачах? Альтруизм это такая любит очень широко поговорить об этом. Альтруизм, мол, где это некое универсальное эволюционное явление, все это, конечно, глупость страшная. Альтруизм выдают бескорыстную помощь. Ну, вы знаете, бескорыстную помощь в человеческом обществе очень трудно найти. Обычно бескорыстная помощь, если чуть-чуть копнуть, то уже выясняется, что она не очень бескорыстная. Ну, представим себе, что такое есть. Откуда она берется, откуда она взялась и зачем она нужна. как только произошел более-менее системный регулярный отбор по увеличению лобных областей, о которых я говорил, которые функции, ни в коем случае не думать. Не надо считать, что лобные области нам даны для того, чтобы думать. Упаси Бог. Лобные области даны для того, чтобы делиться пищей. Я об этом писал многократно. Виноваты в этом женщины, потому что детеныши человеческие растут долго, их надо мерзавцев долго и упорно кормить, заботиться о них лет до 50, особенно сейчас. И женщины вынуждены делиться пищей, и тот, кто из женщин в далеком прошлом, когда это все еще только формировалось, лучше делился пищей, у тех дети выживали намного лучше и давали внуков и правнуков. Это чисто репродуктивная цель, с чисто репродуктивными механизмами. И вот эти лобные области огромные, они как раз создали тот прецедент, обмена пищей, то есть родившись из заботы о потомстве, они захватили общество. Ну, понятно, что у мужчины, нам тоже женские гены достаются, перемешиваемся как-то более-менее. и поэтому у мужчин тоже эти лобные области доставились в качестве презента, поскольку мужчина, как вы знаете, намного меньше заботится о потомках, изготавливать любят, а вот заботиться не очень. Поэтому другая стратегия полигамия, потому что женщины выращивать должны, а мужчины могут сделать сразу несколько, и все будет хорошо. То есть перенос генома разный, поэтому и требования разные. Но мужчинам достались те же самые лобные области, которые обладают той самой тормозной функцией социальной, чтобы нам поддерживать друг с другом контакты. Вот как только эти лобные области образовались, так сразу и началось. То есть началось то, что мы называем альтруизмом. Ты загнал где-нибудь мамонта, ну не загнал, но вы понимаете, что мамонта никто не гонял никогда в жизни. Это глупость и антопологический бред, потому что на слонов охотятся пигмеи примерно так, сейчас два слова скажу, это вот такого размера люди, они вдвоем идут охотиться на слонах, ну представьте себе, да. Мы с вами видим бесконечные фильмы, особенно американские, как толпа дикарей гонится с копьями за каким-то мамонтом и загоняет его в какую-то щель. Где там столько щелей было, я не знаю. На самом деле все очень просто, дожидаются, заходят с подветренной стороны два таких пигмейчика, вот так, каменным ножом подрезают сухожилие на задней ноге у слона и убегают. Стадо поднимается, пища должно быть много, они идут за пищей, этот не может двигаться, остается. Они дальше подходят к нему деревянными копьями, хобот протыкают в нескольких местах, он истекает кровью. Все. Вся охота, вся эта гениальная загонка, там гибель героев и прочее, ну как обычно. Все, подошли, племя переселилось к этому слону, съело его и двинулось дальше. Все, никаких больше проблем нет. Надо соображать чуть-чуть, а не гоняться копьем за маму. То есть, вот примерно так все это происходило. Но если ты добыл такую пищу, ты должен поделиться. Ну, во-первых, ты ее не съешь, а во-вторых, поделиться. И вот тогда начинается то, что называется альтруизмом. Когда один добыл, поделился с другими. Тогда сообщество выживает. И вот для того, поделился с другими. И это является залогом альтруизма. Когда у нас выросли такие огромные лобные тормозные области, мы свое поведение простое, просто поделиться пищей, а не отнять. Это водоем за альтруизм. Это просто дележ пищи в социальных группах у животных с развитыми лобными долями, которые являются тормозными центрами. Есть у кого-нибудь? Ну, посмотрите, если отбросить мамок, там, волков, медведей и всех остальных отдельно, посмотреть, между взрослыми самцами, ну, конечно, такая дружба, вы посмотрите. Грызня каждые 15 минут. Конечно, нет. Нету тормозных центров, нету улубных областей огромных, не будет никакого дележа. А как чуть-чуть есть, я приведу пример те же самые оливковые, бубуины. Крупное довольно животное, если растянуть, так на задний лап поставить сантиметр в 170 вытянется. Здоровенное такое живот довольно опасно. Делится? Да, делится. У кого чуть-чуть хотя бы появились тормозных центров, то есть лобных областей, которые мы считаем, что мы думаем на самом деле, просто не едим друг друга, тем проще. Из этого рождается альтруизм. А когда мне показывают какого-нибудь носорога, который толкает в бок антилопу, пытаясь ее поднять и говорит, вот видите, он ей пытается помочь. В смысле, чего он хочет ей с ней сделать. Вот это интерпретации таких самовлюбленных психологов, которые пришли в зоологию. К сожалению, вот в таком виде альтруизм распространен среди человекообразных обезьян, даже некоторых низших приматов, среди людей, причем не всех. Вы много видели альтруистов? Так, приходишь на рынок, не чувствуется. Не чувствуется альтруизм. Чувствуется совсем другое. Поэтому, и для людей-то это не очень характерно. Мы все-таки полуобезьяны. А для других животных, когда начинают пытаться объяснить, что стрекоза, она обладает альтруизмом, это становится, конечно, смешно. Конечно, у тех, у кого нет материального субстрата для таких форм поведения, о ком альтруизме, говорить нельзя. А эволюция человека это способ выживания в больших социальных группах. Хорошая вещь. И чем меньше мы пользуемся этими лобными областями, тем более зверское у нас формируется сообщество. Это печально. Потому что отбора-то нет. Да. Давайте еще. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Вопросов по иммиграции. Вы говорите, что европейцы скоро скорочат иммигранты. А у нас не произойдет такого, потому что мы знаем, как БМС у нас работает. Вот. Такое вопрос. Понятно. Речь идет не о том, кто куда мигрирует, а кто с кем сталкивается. Потому что я говорю об этом, исходя из биологических процессов. Европа гиперспециализирована. То есть в результате очень длинного эволюционного отбора социального сортинга, который вот привел к формированию таких популяций, очень удобных для государств людей. Понимаете, европейцы очень удобные. Французы, немцы, настоящие, они в рамках законов живут, но это добились не тем, что они такие интеллектуалы, и они все понимают. А просто те, кто не понимал, того на гильотину. То есть европейская революция, это революция искусственного отбора мозга, который людей с другими признаками просто уничтожали. Мягкие, в мягкой форме такие буйства отправляли на войну, а совсем уж буйных просто уничтожили физически. И вот представьте себе, у нас где-то 800 лет искусственного отбора на территории Европы коренного населения, которое прошло через все вот эти мясорубки гигантские огромного отбора, которые, собственно говоря, привел к тому, что мозг у них существенно изменился. Те, кто не обладал той самой высокой социализацией или альтруизмом, то есть конформизмом, они в основном все погибли, их уже нет. И вот, значит, высоко конформистское сообщество, в него попадают мигранты. Речь идет не о том, что кто-то хуже, кто-то лучше, но эти-то приходят, у которых такого отбора нет. Для них нормально увидеть красивую женщину и ее тут же изнасиловать. Нормально. И в мозге у них нет таких ограничений, и никакой флажок там не сработает. Потому что, если в Европе так делают, тут же просто веревочку, столбик там или деревце и привет. И с такими наклонностями, со следами людей просто не выживало. А здесь, в Северной Африке, это было нормой. Вот они приходят, которые не прошли, мозг не прошел отбор. Еще раз говорю, но это только в том случае, если мы принимаем позицию о том, что мозг продолжает эволюционировать. Вы поймите, в чем лицемерие западных эволюционистов, занимающихся человеческим мозгом. Они говорят, мозг не эволюционирует, он у всех одинаковый. Но это уже в свое время привело к катастрофе, сейчас о них поговорим. Но здесь они приходят совершенно с другими наборами минеральных структур, совершенно другими социальными инстинктами, которые они получили в детстве. И Европа ничего противопоставить не может, не из-за того, что они плохие или что-то еще, а из-за того, что у них мозг другой. Они не будут с ними бороться с теми способами, которыми те будут противостоять, пришельцы будут противостоять к коренному населению. Два варианта. Или по мере сил они изменятся, ситуация в той же самой Германии изменится естественным путем, или они будут также подчинены, как в свое время там растворились в мигрантах из Китая, Айны. Вот и все. К сожалению, вопрос о том, что конструкционные различия таковы, что навязать поведение будет невозможно. Оно противоестественно. Вы пытаетесь собаке объяснить, что она должна не есть мясо, а нюхать цветочки. Нюхать смешно. Разница примерно такая между мозгом пришельцев и мозгом аборигенов. У одних 800 лет конформизма, а у других те же самые 800 лет борьбы за существование, причем в жесточайших бескомпромиссных условиях. Кто из них выживет, я надеюсь, не надо пояснить. Стравите таксу, спит боли, смотрите, что получится. Спасибо. У нас еще есть два вопроса. Давайте. Переходите к автограф-сессии. Сергей Вячеславович, добрый день. В своей последней работе, в частности, в главе всемирного режиссера, я имею в виду как-нибудь сребрание сортинга, вы коснулись религии. В частности, зачем она нужна, что она делает, что за ней стоит. Известно, что, допустим, многие религии не связаны с сельскохозяйственной деятельностью. Например, когда сеять, когда убирать. Вопрос про такое направление религиозное, в кавычках, как йога. Если понятно, что такой аспект, как асана, то есть упражнения на ковриках, они помогают после тяжелого рабочего дня за компьютером как-то хоть кости распрямить, то зачем нужен такой аспект, как паранояма, то есть это различные дыхательные практики, например, вдохчик за дну на злю, задержка, и выдох через другую. Хоть какой-то практически смысл об этом есть или это что-то из серии «Выключи мозг и не думай». Спасибо. Начну с конца. Дышать вообще полезно. Через ноздри вот то, что делается, это не шутки, все серьезно. Хотите хорошо спать, вечером возьмите, сделайте такой очень простой прием. Накачайте в мозг кислорода. Смотри, что сныки будут сниться, хоть цветные, но хорошие. Как это делается? Берете, вы вдыхаете в себя так воздух, чтобы чуть не разорвались, легкие задерживайте дыхание, считаете, до 15, а потом выдыхаете, присаживаясь. То есть, вам надо сделать 50 таких упражнений для того, чтобы насытить кровь кислороду. Это надо делать на ночь, утром не надо. Это надо сделать на ночь для того, чтобы насытиться, тогда вы спокойно заснете, будут сниться хорошие сны. То есть, дышать, конечно, любая дыхательная гимнастика годится, но нодри тут ни при чем, у нас они ханельно соединены, поэтому это, ну, Индия, ну что вы, что с ним взять? Почти как английские ученые. Поэтому дыхательная гимнастика полезна. Не перестарайтесь, потому что есть приемы, при которых может нарушиться, при некоторых формах дыхательной гимнастики, может нарушиться обмен кислорода. Приведу пример. Вот всего лишь 15-20 лет назад было на танцполах модно некоторые танцы такие, странные ужимки и прыжки. Я специально пошел на танцпол в качестве динозавра такого с целью посмотреть, а что они так делают? Почему они толпами туда валят и так радуются этому делу? Потом смотрю, батюшки, а там набор таких движений, которые блокируют дыхательный процесс, с межреберной мускулатурой, ну и там диафрагмальные, у кого диафрагма. У девочек и мальчиков по-разному. Это легко. Если будете в Альказаре, посмотрите, кто ребрами дышит, там девочка, а где вам диафрагма, там мальчик. Поэтому не всегда такие аттракционы с трансвеститами, они чьи честные. Смотрите за дыханием. Так вот, оказалось, на этом танцполе молодые люди совершают такие ужинки и прыжки, которые предельно затрудняют дыхание. То есть, полноценного дыхания не происходит. Результат. У них начинается гипоксия, то есть, иначе говоря, молодежь балдеет. Все. Все танцы. Все. Нарушить движение дыхательный процесс так, чтобы началась гипоксия. Ну, тоже несчастье. Надел полицелленовый пакет на голову и получай сколько хочешь. Зачем это все? То есть, дыхание необходимо. 30% кислорода постоянно требуется для нашего мозга, если всерьез говорить. Мозг должен постоянно получать избыток кислорода. Это в норме. Это без нагрузки 30%. Там 28-30%. А если думать, то побольше даже. Это раз. Во-вторых, насчет упражнений йогов. Ну, во-первых, про йогов это отдельные песни. Как известно, у йогов самая короткая продолжительность жизни в Индии. это так, для справки. Чтобы все представляли пользу для здоровья. Масштабы пользы для здоровья. Значит, это раз. Во-вторых, трудиться йоги не любят. Они, в основном, любят демонстрировать свои особенности за деньги. Они работать не очень стремятся, поэтому расслабляться после работы им не приходится. Это и есть их работа. А для наших, особенно тех, кто с компьютерами сидит, я вам скажу такое. Лучше физически разнообразный труд любой. Любой, связан с дыханием. Ну, снег побросайте, там, не знаю, что-нибудь полезное сделайте. То есть, дома уберитесь, попробуйте заменить жену, встать в соответствующую позу, без швабры, зубной щеткой, убрать кухню. Это будет прекрасно. Во-первых, польза дома, многие удивятся. А во-вторых, вы получите такую хорошую гимнастику и дыхательную стальную, что мало не покажется. То есть, нужно разнообразные движения. Ходите, сходите во двор, футбол сыграйте, еще что-то. То есть, нужно действительно двигаться побольше. У нас гипотинамия большая, и нужно двигаться не только для того, чтобы распрямить позвоночник и прочее. Это все нужно, конечно. Но главное, никогда не переутомляйтесь. Если вы почувствуете, что вы превозмогаете себя, быстрее всего, вы спровоцируетесь какой-нибудь патологический процесс, нужно заниматься спортом, чисткой, кухней и прочее до того момента, пока вы почувствуете, что вы превозмогаете свои силы. То есть, вы себя заставляете больше. Вот до этого момента, пожалуйста, чем угодно, любое движение. А если выше этого, то, как правило, это кончается патологией, особенно при сидячем образе жизни. Это факт. Давайте еще. Последний. карту человек. И по дате рождения и времени рождения даже порекомендовать, какими видами деятельности нам лучше заниматься. Интересовало бы ваше рассуждение по этому вопросу. Да, я понял. Да, я тоже хочу быть таким консультантом, особенно учитывая их гонорары. Это прекрасное занятие. Ну, когда в маразм подступит, может быть, не стоит этим заняться. Значит, а всерьез это такая штука. В свое время, я уже об этом говорил, французская академия, ее очень сильно доставали просвещенные граждане и говорили в начале 19 века о том, что вот существуют предсказания по звездам. То есть, есть предсказатели там. Я даже не говорю про Вангу. Это анекдот. Это жена Тодора Живкова. Просто многие этого не помнят. А я это помню хорошо. Когда Болгария исчезлась и со всей политической арены, значит, жена Тодора Живкова изобрела эту Вангу, нашла там в деревне тетку слепую и ее, значит, стал раскручивать, что привлекло в Болгарию гигантское количество наивных людей, с чего все это началось. Даже обсуждать нечего. Но это ладно, деревенские предсказатели, за в нем это. Для ясности, потому что многим будет стыдно. Многие туда ездили, платили деньги. А это чисто политический проект вот жены Тодора Живкова, тогдашнего секретаря коммунистической партии Болгарии. Теперь относительно предсказаний серьезных. Вот французы в этом отношении серьезно подошли. Они там всякие проекты типа вечных двигателей собирали, ну, всякую такую ерунду в большом количестве, проверяли, а потом Академия наук французская сделала постановление, заниматься она будет этим, но больше никогда. Вот то же самое. Причем прогнозы астрологические составляли не какие-то там местные заклинатели змей, а такие люди, как Лейбниц. Так. Я надеюсь, никто не сомневается, что Лейбниц и в математике в астрономии немножко понимал больше, чем там банков предсказаний. Ну вот. Он составлял гороскопы точные, значит, довольно многим людям. Кое-что совпадало, всегда что-то совпадает. Ну вот, это неизбежно. Но всегда забывается, сколько не совпало. Всегда вытаскивается тот, который совпал. А там соотношение как раз выясняла французская академия наук. Они взяли, собрали предсказания, засунули в сейф, засмолили, значит, его в озеро, через 10 лет достали, расковыряли, посмотрели предсказания. Так, совпадение 1%. То есть, две пьяных бабки на лавке около подъезда вам сделают такое же предсказание совершенно бесплатно. Поэтому ориентироваться на звезды, ну, представьте себе, может влиять там какая-нибудь звезда, находящаяся там в 20 световых годах от нас? Да, конечно, может. Ее воздействие примерно такое же, как курящие сигареты рядом с заводом по выплавке стали. Ну, теоретически как бы есть. А практически это все, к сожалению, психиатрия и надувательство граждан. Ну, если помогает, надо пользоваться. Потому что цыганки делают то же самое, обирая людей там вот колкурского вокзала. Так что вопрос серьезный на самом деле. Вопрос серьезный, потому что человек хочет найти какую-то закономерность не понимая, что с ним происходит. И, собственно, книжка про церебральный сортинг это рассказ о том, что с нами происходит. И именно из-за безысходности мы ведемся на цыганок, на таких предсказателей именно из-за того, что мы не видим ни одного инструмента, который бы работал. Потому что мы живем в мире иллюзий по биологическим законам, которые на самом деле замаскированы социальной структурой сообщества. Это очень печально, и пока не поймем, что это так, мы будем также верить цыганкам с двумя классами образования. Хотелось бы, чтобы этого не было. Спасибо. Мы благодарим за эту встречу Сергея Вячеславовича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ